Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Как раз мы поспели, не опоздали, в самую пору попали. И время подумать о выгонке различных растений. Ну, в первую очередь, это, конечно, луковичные растения. Это герои наших зимних и весенних праздников. Что такое, что есть выгонка? Это значит не то, что мы растения куда-то там прогоним, а это значит, что с помощью специальных агротехнических мероприятий мы попросим, заставим наши растения определенных видов дать цветы в определенный срок. Каким образом это достигается? Если это касается промышленных условий, то там, конечно, все очень строго, потому что от соблюдения температуры на втором плане влажности и на третьем плане освещения зависит наш их бизнес. Луковичные растения очень чувствительны к перепаду температур. Поэтому даже на этапе, когда растения, луковицы еще отдыхают, тогда уже начинается строгое соблюдение температурного режима. Сначала их прогревают до определенной температуры, затем немножко снижают температуру, зачем еще охлаждают. Но мы в этом году сделать такое уже не сможем. Ну и в принципе, луковичные растения, в частности, тюрпаны, нарциссы, гиацинты, они легко поддаются выгонке, но, конечно, пройти этап охлаждения они должны все непременно. Хорошо поддаются выгонки мелколуковичные растения. Это такие, как мускари, подснежник, пролеска, пушкиния, хианодокса. Это такие самые распространенные. Можно попробовать с колхиком, но с этим немножко труднее. Главное, чтобы какое растение мы не выгоняли, как я уже сказала, луковичные растения, либо это будут другие многолетние растения, надо понимать, что по своей биологии, оно к концу сезона, к осени, оно заложило уже не только листовые почки следующего года, но и цветочные почки. Луковица, в частности, луковица тюльпана, этот процесс прошел еще на стадии, когда листва завяло естественным образом. Поэтому давайте сегодня с вами вдогонку попробуем посадить луковичные и дождаться их цветения к разным срокам. Можно попробовать цветение к Новому году или какие-то там еще зимние праздники, Рождество, различных религий, ну и, конечно же, февральские праздники и 8 марта. Чтобы добиться цветения к 1 января, ну, с некоторыми культурами мы, может быть, немножко и опоздали, потому что мы их должны были посадить уже где-то в сентябре месяце. Но попробовать все-таки стоит, а вдруг получится. А то, что касается февраля и 8 марта, то это, конечно же, у нас должно обязательно получиться. Какая почва должна быть для выгонки? В принципе, любая почва, ну, чтобы она была чистая, рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, и тогда растения будут чувствовать себя хорошо. То есть мы можем смешать либо песок с торфом, либо опилки, мелкие опилки с обычной листовой землей или какой-то плодородной почвой. Мы можем попробовать даже просто в опилках. Но всенепременно сверху мы должны будем присыпать песочком, потому что, когда луковица будет укореняться, наступит такой момент, особенно когда мы уже начнем выносить, готовить к цветению, выносить в теплую температуру, многочисленные корни, они начнут так мощно расти, что будут из горшочка над поверхностью легкого субстрата, они будут выпирать, растение будет плохо держаться, и, конечно же, когда у нас будет пышный бокал, то растение может либо сломаться цветонос, либо вообще вывернуться из горшочка, если здесь будет очень легкий субстрат. Поэтому я порекомендую непременно сверху, какой бы субстрат мы не использовали, непременно присыпать сверху песочком. Как глубоко сажать луковицы? Давайте посмотрим это на практике. Глубокая емкость для посадки луковичных, в частности, короля выгонки этой тюльпана, не нужна. Достаточно. Бывают стандартные ящики, высотой деревянные ящики, либо пластиковые ящики, высотой 12-14-16 см, и этого вполне достаточно. Значит, мы снизу насыпаем грунт. Вот у меня уже подготовленная здесь, мне так захотелось, чтобы было разнообразие у нас. Здесь плодородная почва смешана для рыхлости с опилками. Я выбираю такой горшочек, мы в него посадим, так сказать, букетную посадку. Значит, насыпаем грунт, немножко его уплотняем. Надо ли чистить луковицы перед посадкой? Некоторые рекомендуют все непременно вот эту покрывающую чешую снимать. Ну, скажу вам откровенно, что у подготовленных луковиц и там, где лопнула чешуя, в принципе, такая обработка и не имеет особого смысла. Можно, здесь вот в процессе хранения у производителя образовалась деточка. Можно ее отщекнуть, она будет питать лишние соки, и само соцветие будет меньше, чем положено ему быть. Поэтому мы их посадим в отдельный горшочек, у нас получится такое доращивание. И потом в сезон мы их посадим на отдельную грядку, и получается уже через год они у нас зацветут. Вдавили. Давайте эту тоже обработаем. Удалим деточку. Вдавили. Посадка производится на расстоянии полтора-два сантиметра. Если это в промышленных масштабах, то даже и полсантиметра. Вот так может допускаться. Но нам надо, чтобы оно в горшочке было красиво, чтобы это было очень презентабельно и можно было кому-то подарить, не только радоваться самому. Затем мы заметим с вами, что у луковицы есть два бачка. Один очень выпуклый, такая попочка, а другой плосковатый. С этого плоского края будет у нас лист. Поэтому мы сажаем плоской стороной краю горшочка. Плоской стороной краю горшочка. Тогда цветы будут смотреться выигрышней. Здесь мы посадим с вами давайте только одни тюльпаны. Но это будет у нас целый букет плоской стороной. Можно эту и не обрабатывать плоской стороной. Немножко потесним и посадим еще один. Вдавили. И теперь сверху, как я говорила, мы присыпем песочком. Значит, луковицы в горшочке или в другой емкости должны сидеть на уровне горшочка. Это то, что касается, когда мы хотим, чтобы у нас получилась красивая, пышная такая букетная ваза. Засыпаем песком. Как много насыпать песка? Верхушечки должны быть слегка видны. Иногда мы можем прочитать, что луковица до половины углубляется и сверху пусть все она торчит. Но в процессе полива неоднократно, потому что после того, как мы поставим на хранение, мы будем периодически поливать. Тюльпану требуется в этот период достаточный полив. Значит, мы полили. И с каждым поливом, вот вы видите, и сейчас у меня верхушечки оголяются. Возможно, даже вот при таком, такой засыпке песочком, возможно, даже придется и еще подсыпать песка. Но полностью закапывать глубоко не стоит. Поэтому смысл в том, чтобы верхушки едва торчали. Если это у вас ящик, и в процессе поливов неоднократных у вас они оголятся, то вам придется подсыпать песочка. Что мы делаем с нашим горшочком? Мы его поставим в холодное место. Холодное это в пределах 10 градусов. Потому что температура выше 10 градусов не будет способствовать тому, что у нас получится выгонка. Оптимальная температура считается для выгонки тюльпанов 5-9 градусов. Если вы в своих домашних условиях в состоянии создать такую температуру, то, пожалуйста, начинаем, приступаем к выгонке луковичных растений. Как вариант, если это у вас один горшочек или у вас очень большой холодильник, вы можете поставить на нижнюю полку холодильника. Конечно, в целлофановый пакетик, но проделав в нем дырочки. Точно так же мы будем поступать с вами либо с нарциссами, либо с гиацинтами. Потому что в производственных условиях там немножко есть нюансы в температурном режиме, но дома мы не можем лавировать 5-10 градусами, поэтому мы будем пользоваться той ситуацией, которая у нас есть. Что по отношению к свету? Луковичные в период выгонки они не требовательны к свету, то есть тот период, когда они будут у нас храниться в холоде, свет вообще луковицам не нужен для проращивания, в этот момент будет происходить их активное укоренение и за что касается тюльпанов за 25-30 дней до предполагаемого срока цветения мы их извлекаем в тепло. Тепло какое? Это не значит, что должно быть 25 градусов. Пусть сначала для тюльпана это будет градусов 15-16. Затем можно температуру немного повысить. Если вы заметите в процессе роста, что они уже вытянулись на сантиметров 6-8, но выносить их еще в тепло не пора, можно сделать такие темные колпачки и выносить все равно в тепло. Тогда под этими колпачками побеги будут немножко бледные и теолированные, но этого не пугайтесь, потому что как только вы колпачки снимите, то они сразу же окрасятся. А что дают нам колпачки? Они дают притянение и тормозят вытягивание самого растения. Тюльпаны зацветают, как я уже сказала, через 25-30 дней после того, как мы их принесли в тепло. В процессе хранения не стоит допускать высоких температур выше 10, даже 15, потому что это приведет к поражению фузариозом. И снова же нельзя допускать сильное понижение температуры, потому что холод и низкая температура у нас вызовут загнивание, вызовут ботритис. Поэтому лучше оптимально 5, 9, 10 градусов. Что делать нам после того, как мы дождались прекрасного цветения, порадовались, цветочки начали увядать тюльпана, впрочем, как и нарцисса и гиацинта. Мы еще недели две продолжаем поливать, а после полива прекращаем и даем растению спокойно, естественным образом увянуть. И как обычно, как мы поступаем в грунте, когда мы на своем участке меняем, омолаживаем, но немножко оздоравливаем тюльпаны, мы их просушиваем, чистим, оставляем в прохладном градусах 15-17 помещении до осени и потом высаживаем в грунт для того, чтобы они снова пришли в себя и зацвели уже на следующий год. Потому что луковица после выгонки это для нее стресс, это неестественное условие и она выходит немножко ослабленная и мы ее отправляем на доращивание. Ну а если не хотите доращивать, то и не надо, то тогда срезали и куда-нибудь подкус закопали, пусть сама разбирается. Давайте с вами сделаем еще красивую посадку. Посмотрим, как она получится у нас весной, что из этого получится. Снова насыпаем землю. Я уже взяла горшочек немножко побольше, потому что здесь мы сделаем с вами букет смешанный. Мы посадим нарциссы. Чешую мы тоже немного обираем, чтобы легче было прорастать, особенно с донца луковицы. Тоже немножко вдавливаем. Вот наш уровень, верхушка, край горшка. сюда мы подсадим тюльпанчик плоской стороной края горшка. Давайте снова нарцисс. Если ваш материал не совсем надежный, то, конечно же, следует протравить. луковица в нашем случае вполне здоровая. Это механические повреждения, которые никак не повлияют на качество. Посадим еще один тюльпан другого сорта, чтобы у нас получился разноцветный букет. И снова присыпаем песочком. Так вот, если вы не уверены в качестве материала, и он кажется вам пораженным, то луковицы можно замочить в каком-либо фунгициде. поливаем. Наш материал хороший, не больной, но для контроля вы потом еще можете пролить марганцовочкой. Не помешает. Все. Следующий вазон у нас готов. В такой горшочек можно посадить один гиацинт. Наполняем землей. очищаем луковицу от лишних покровных чешуй. Донцы у нас чистые. Вдавливаем вровень и снова засыпаем песочком. Грунт, который снизу позволит хорошо укореняться, плотно держаться корням, а песочек будет придерживать в грунте наше растение. и не давать корням вытолкнуть гиацинт кверху либо другую луковицу. И точно так же мы ставим. Какие условия для гиацинта? Условия хранения примерно такие же. Температура хранения будет несколько прохладнее. И гиацинт, когда мы вносим его в тепло, зацветает быстрее, чем тюльпан. Он зацветает через примерно две недели. Все это быстро у него происходит, быстренько выбрасывается одновременно и листья, и соцветия. И также можно в процессе, когда мы видим, что вытягивается наше соцветие, прикрыть колпачком сверху, чтобы притормозить немножко этот рост. Затем колпачок снимаем, и уже быстренько наступают процессы зацветания. В такой горшочек диаметром примерно 12-14 сантиметров мы можем посадить мелколуковичные растения. И у нас получится веселый горшочек. Снова слегка уплотняем. Как я уже говорила, что практически все мелколуковичные хорошо поддаются выгонке. цветение наступает после того, как мы вносим в тепло после прохладного хранения. Практически у всех мелколуковичных, с исключением некоторых, через 10-12 дней. Поэтому одновременно посадить мы в горшок один и тюльпаны, и нарциссы, и мелколуковичные, как бы нам не хотелось такой красоты, мы не сможем. И длиться будет цветение у мелколуковичных порядка 70 дней. Исключение составляет пролеска, у нее цветение наступает через 7-10 дней и длится 5-7 дней. Так вот у нее все быстро происходит. Какое мелколуковичное растение вам выбрать, это уже ваш вкус, потому что они все такие миленькие весной, когда еще за окном снега, нам хочется немножко больше цвета. Они как розовенькие, белые, голубые, со штрихом. Конечно же, красиво будет смотреться подснежник, он же галантус, но, к сожалению, там всего лишь один цветочек, хотя он очень-очень милый. Давайте поставим свои мускари. Мускари, в отличие от тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и прочих мелколуковичных, не требуют сильных поливов, потому что если вот эту троицу мы будем поливать еженедельно и содержать во влажном состоянии, но при этом конечно же не заливать. Горшки должны стоять либо на каком-то возвышении, опрокинутом ящике, чтобы не было застоя воды. То мускари очень не любит влажное хранение, поэтому поливаем мы только один раз и в том месте, где мы храним, поддерживаем влажность воздуха, то есть получается такое сухое хранение. Присыпали. Как бы мы ни присыпали, все равно верхушки где-то тут сверху и у нас весной должен получиться красивый букетик. Все мелколуковичные, которые сегодня мы запасли здесь, это мускари разные сорта, крокусы, кто у нас еще есть, хенадокса, они хорошо поддаются как к новому году выгоняются, так и к февральским и мартовским праздникам. Будем сажать все пробовать. Что у нас получится, посмотрим как на Новый год, так и другим праздникам. Как можно поступить, если мы хотим, чтобы все-таки в нашем горшочке были и тюльпаны, и нарциссы, и немножко синего цвета, или каких-нибудь нежных окрасок той же пушкини. Мы можем посадить отдельно горшочек, затем аккуратно накануне цветения выкопать. Оно очень хорошо легко извлекается, потому что наш субстрат рыхлый. И когда в наших тюльпанах, либо нарциссах уже начнут окрашиваться бутоны, мы помним, что допустим тюльпаны через 25-30 дней зацветают, за неделю до полного цветения мы подсаживаем сюда наши мелколуковичные в оставшиеся места, и тогда у нас получится практически одновременное цветение. Мы застанем одновременно цветущие луковичные растения. Это то, что касается выгонки луковичных растений. Не бойтесь, делайте ошибки, потому что на ошибках мы учимся. До новых луковичных луковичных луковичных